О самых заметных событиях и темах в регионе расскажем прямо сейчас в студии Вадим Федосеев. Здравствуйте! Крайняя перед летними каникулами сессия регионального парламента состоялась сегодня в повестке дня свыше 30 вопросов. Один из главных – переверстка областного бюджета. Главная цель поправок – повышение оплаты труда бюджетникам в соответствии с майскими указами президента. Учреждением образования, здравоохранения, культуры и социального развития выделяется 688 миллионов рублей. Кроме того, почти 45 миллионов рублей предусматривается на три инвестиционных проекта. В таких как Театр Кукол в Архангельске, это реконструкция и строительство пристройки к зданию Театра Кукол, объект, который сдается в этом году и средства предусмотрены на закупку уже сценического оборудования. И это будет, безусловно, в графиках финансирования и выполнения работ все учтено. Это строительство школы в Красноборске, 320 мест, объект тоже сдается в этом году. Также входит в дорожную карту по дополнительным школьным местам в Архангельской области, должен быть профинансирован дополнительно. И строительство культурного центра в Каргополе. Кроме того, объем дорожного фонда в этом году предполагается увеличить на 147 миллионов рублей за счет уплаченных северянами транспортных налогов. 11 миллионов направлено на социальные выплаты молодым семьям для решения жилищных вопросов. На сегодняшний день и на 1 ноября 2017 года исполнены все социальные обязательства. Пусть с коммерческими кредитами. На сегодняшний день все получают зарплату, выплачены все меры социальной поддержки. На сегодняшний день мы видим, что мы уже в третий раз сделали картировку и увеличилась доходная часть бюджета на 670 миллионов рублей. Также решением депутатов дополнительно направлено 124 миллиона рублей на обеспечение лекарствами северян, имеющих льготы. Когда говорят профессиональное училище номер 27 в Холмогорском районе, немногие понимают, о чем идет речь. Но стоит сказать, Косторезная школа в Ломоносово и каждый первый воскликнет та самая. Совсем скоро школа отметит юбилей 90 лет. Соберутся преподаватели и выпускники разных курсов. Вопрос, где нынешнее здание Косторезки перестает отвечать ГОСТам, а в судьбе нового учебного комплекса очередной поворот. Из села Ломоносово репортаж Артемия Заварзина. Спасибо мамонтам, благодаря им до сих пор работаем, шутят Косторезы из села Ломоносово. Действительно, без юмора в этом деле никуда. Ведь на изготовление одной работы у мастеров резьбы по кости уходят месяцы, а порой и годы. Самое сложное – поверить, что все возможно. Так считает выпускник училища Сергей Атларов. В Ломоносово приехал из Петербурга. Диковинок в городе на Неве много, но холмогорский стиль резьбы удивит даже искушенного. И рельеф, и ажур, и гравировка, и тонированная куть, и оклейная работает. Начинаем обучаться с простых вещей, как гравировка, закладки. Постепенно наращивает темпы. Вот и шкатулки, и более сложная композиция. Сложная композиция – это самое точное описание дипломной работы Антонины Галушиной. Название символичное – «Ледниковый период». Семь фигурок мамонтов разной величины, но с одинаково мастерским подходом к исполнению. Мне много предлагали чего сделать – нож, шкатулку. Но я не умею. Мне нравится больше объемная скульптура. Поэтому я решила скульптуру сделать. Дипломных работ в этом году восемь, как и выпускников знаменитой Косторески. А ведь в золотые годы выпускалось по три курса – это 25 человек. В принципе, и сейчас у нас есть все для того, чтобы подготовить мастера, хорошего мастера. У нас и хороший педсостав, хорошие мастера, хороший преподаватель спецдисциплин. Есть все необходимое оборудование. Оборудование в училище современное закуплено два года назад. Да вот здание Косторески старое, художникам в нем тесно. А новое, которое начали возводить в 2011 году, еще не открыло свои двери. Двухэтажный учебный комплекс построен с небольшими нарушениями. Где-то протекает кровля, где-то деформировался пол. Сейчас администрация района совместно с региональным министерством образования делают все, чтобы первые уроки здесь начались уже в 2017 году. Мы планировали там разместить дом культуры, библиотеку, и соответствующие письма уже подготовлены, чтобы действительно у людей, у ломоносовцев, были достойные условия для проведения досуга. И эти условия там есть. И это будет хороший подарок юбилею училища. В октябре 2019 года Косторезная школа отметит 90 лет. А у нынешних ее выпускников есть еще пара дней, чтобы подготовить дипломные работы для отличной защиты. Экзамен 30 июня. Артемий Заварзин, Денис Линчевский, Архангельское телевидение, Холмогорский район. 13 школьников Поморья не сдали ЕГЭ по русскому языку. Стали известны результаты самого массового экзамена. 71 выпускник получил максимальную оценку в 100 баллов. Это почти в два раза больше, чем в прошлом году. Работа каждого третьего оценена в диапазоне от 80 до 99 баллов. Те, кто не справился с заданиями, смогут пересдать экзамен по русскому языку в резервный день 29 июня, либо в начале сентября. Няндамскому железнодорожному колледжу исполнилось 95 лет. За эти годы учебное заведение выпустило свыше 16 тысяч специалистов. Сегодня здесь обучают проводников и машинистов, организаторов перевозок и техников. Также при колледже есть медицинское отделение, где получают профессию будущие медсестры и фельдшеры. Исторически сложилось, что почти в каждой няндамской семье есть хотя бы по одному железнодорожнику. Машинистом в Няндаме мечтает стать едва ли не каждый второй мальчишка. Слишком даже достижно, потому что надо походить в медкомиссию, которая такая же, как в космонавтах. Я бы сказал даже больше, чем в космонавтах требования, потому что ответственность огромная на локомотивной бригаде. Няндамский колледж – самое крупное в регионе учебное заведение, выпускающее железнодорожников. Здесь учат на машинистов, организаторов перевозок, техников, есть медицинское отделение. История колледжа складывается из 16 тысяч выпускников, 750 нынешних студентов и десятков преподавателей. И есть в этой истории шокирующие эпизоды. Несколько лет назад колледж был на грани закрытия из-за финансовых проблем. Поэтому на нового директора педагоги не могут надышаться. С 2010 года, если сравнить, у нас раза в четыре увеличены доходы, которые идут за счет приносящих доход деятельности, то есть внебюджетные средства. Вот это внебюджетные средства у нас примерно ежегодно не менее 4 миллионов вкладываем на развитие материально-технической базы. Современным медиаклассам уже и в районах никого не удивишь. Но вот напичканная по последнему слову техники лаборатория заставляет коллег из Ярославля и Вологды завистливо охать. Все здесь собрано по индивидуальному заказу колледжа. Оборудование оно современное, цифровое. Ребята должны уметь пользоваться, не бояться цифровыми измерительными приборами. Здесь у нас представлены мультиметры. Они реальные, как они будут на производстве пользоваться или в домашних условиях. Отдельно нам показывают студенческое кафе. Обстановка уровня Софо. А вот цены сравнимы разве что со столовой Госдумы. За комплексный обед студент здесь отдает 56 рублей. Можем сделать гуляш с макаронами или с любым гарниром рис, гречи, тефтельку, котлеты 100-граммовые в основном. Первое блюдо, булочку. И лишь 16 миллионов рублей отделяют Няндамский железнодорожный колледж от следующей мечты. Теперь здесь хотят создать уникальную лабораторную базу, укомплектованную современной техникой под завязку. К 100-летнему юбилею и эту цель наверняка осуществят. Ирина Евшина, Александр Кузнецов, Архангельское телевидение, Няндама. Продолжаем выпуск. Подвесной мост для жителей сразу нескольких деревень Верхнетуемского района – единственная ниточка, связывающая их с Большой землей. Более 10 лет он находится в аварийном состоянии, что стало причиной гибели четверых людей, в том числе двоих детей. После трагедии мост закрыли, но проблема осталась. В деревнях постоянно проживает около 60 человек. Летом приезжают дачники. Сельские жители обратились за помощью лично к губернатору Игорю Орлову. Встреча прошла в дни празднования 880-летия Верхней Тоймы. Мост – единственная возможность попасть жителям нескольких деревень в районный центр. Когда уровень воды невысокий, на другой берег можно перебраться вброд. Но нынешним летом затяжные дожди делают речку и без того полноводной. Остается один вариант – попасть в райцентр на лодке за 200 рублей. Но это дорого и опасно. У людей возникла вообще огромнейшая проблема. Представляете, весна, быстрина, речка бурная, а люди на одноместной лодочке, на резиновой переправляются. Учитывая, что это место становится таким притягательным с точки зрения развития туризма, предпринимательства, мы будем сейчас, я дал поручение проработать вопрос восстановления дороги, приведения в приемлемое состояние. Ну а что касается подвесного моста, то стоит задача правильно оценить востребованность именно такого вида переправы. Я думаю, что мы в ближайшее время это сделаем. Глава Верхнетоймского района Наталья Вьюхина убеждена – восстанавливать подвесной мост смысла нет. Целесообразнее направить силы и средства на обустройство моста на автодороге Верхняя Тойма-Черный ручей. Это позволит связать районный центр сразу с тремя населенными пунктами. Летом мы будем попадать в деревню Георгиевскую, в вершину. Люди без проблем будут ездить на машинах. У нас там прорублено, предприниматели прорубили трассу на Волочок. И у нас же есть муниципальное образование Севтринское, оторванное от внешнего мира. Если бы мост здесь появился, вершина была бы у нас в Верхней Тойме, Зеленик тоже в Верхней Тойме и Волочок. Мне бы не пришлось содержать свою местную дорогу через Котопрагон. Если этот проект удастся реализовать, районные власти ожидают увлечения потока туристов. В Краснобурске прошел пятый международный фестиваль гармонии «Сметанинские встречи». В этом году он проводится на средства областного гранта в рамках проекта «Люба дорого». Украшение строптивого и, пожалуй, самого травмоопасного инструмента – пилы – есть в репертуаре архангела-городца Алексея Карпова. Он – ученик Сергея Сметанина. Когда я выступаю или провожу какие-то мастер-классы по пиле, я всем предлагаю. Правда, надо иметь в виду, что это очень острая вещь, и нужно иметь достаточно крепкие кисти, чтобы это все дело изгибать и не отпустить. Не дай бог, это может быть к серьезным травмам привести. Таким же виртуозом был и сам Сергей Сметанин. В память о рано ушедшем из жизни талантливом музыканте на его родине ежегодно проводится фестиваль гармонистов. Традиция зародилась 11 лет назад. В 2013-м проект получил международный статус. Например, в минувшие выходные вместе с музыкантами российской глубинки выступали гости из Эстонии и Украины. Мы слышали на конкурсе и Нижегородскую гармонию, и Тульскую гармонию, и много-много разновидностей. Я вот играл лично, я играл на бомданионе, такой интересный инструмент, который, собственно говоря, является немецким, аргентинским инструментом. Аккордина звучала на фестивале. Звучала на фестивале и музыка дерева. Так назывался конкурс деревянных скульптур. Его впервые включили в программу сметанинских встреч. Один из профессиональных рейщиков – гость из Подмосковья Николай Гетьман. Все делают сказочные персонажи. В данный момент дядька вот играет на гармонике. У него на плече сидит русалка. Портретное сходство деревянного гармониста Сергеем Сметаниным заметили и родные из знаменитого красноборца. Они в числе почетных гостей фестиваля гармонии. Любовь к народной музыке и своему краю в семье Сметаниных – главная ценность. Он собирал музыку нашего северного края, начиная от нашей родной деревни и кончая там уже в самой дальней Лишуконье, Пиннигайка, Каргополь и прочее, прочее. То есть он всех бабушек слушал, записывал и перекладывал на свою музыку. Это у нас идет, наверное, давно, по поколению, потому что муж играл и Сережа играл. Теперь уже у меня внуки играют. Международный фестиваль гармонии «Сметанинские встречи» – один из девяти проектов, поддержанных Министерством культуры Архангельской области в рамках программы «Люба Дорога». В этом году на его проведение из регионального бюджета Красноборск получил 500 тысяч рублей. Лариса Иванова, Александр Фомин, Архангельское телевидение. Итоги дня подведем в 19.20 на канале ТВ-центр. Не прощаюсь и жду вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова